Январь для коммунальных служб оказался непростым. Выпало 76 миллиметров осадков. Это 161% от нормы. Высота снежного покрова к воскресенью составляла 56 сантиметров. Работы по расчистке города ведутся не только в будни, но и все выходные. Когда люди будут выходить и идти на работу, это детишки пойдут в школу или в детские сады, чтобы подъезды, чтобы подходы к школам были расчищены. На сегодняшний день свыше 450 единиц техники работает. 37% вышло на квартальную дворовую территорию техники от заявленной. Это порядка 110 единиц. Дворники, как обычно, у нас за 90%, будем говорить, работают на придомовой территории. По дорожным рабочим работает 320 человек. Дворы зоны ответственности управляющих компаний ТСЖ, ЖСК и ТСН. Так, в Ленинском районе работа на придомовых территориях началась в 7 утра воскресенья. Направили 161 дворника. До обеда количество техники добавили. Вывели 12 единиц. В районе обслуживанием дворовых площадок занимаются 55 управляющих компаний и 99 ТСЖ. Одной из первых расчистили территорию в границах улиц Ленинская и Маяковского-Пушкина. Отсюда за зимний период вывезли более 300 тонн снега. Согласно нормативным документам, его разрешено складировать на придомовой территории. Но жители не желают видеть сугробы у себя во дворе. Это желание жителей, в первую очередь, вывоз снега. И если есть такое желание, проводится собрание и принимайте решение по поводу вывоза снега. Просим жителей убрать со дворов машины и вывозим снег с утра. Управляющая компания заключила договор с подрядной организацией на вывоз снега, которая складирует его на площадках временного размещения. Для жителей это отдельная строка оплаты в квитанции. В зависимости от объема осадков стоимость составляет от 150 до 350-400 рублей за весь сезон с квартиры. Также управляющие компании ведут очистку кровель и скатных крыш. На территории Ленинского района у нас 933 скатных кровель, которые подлежат очистке. Работает 8 бригад. Снег очищается с кровель или с помощью АГП механизировано, или с помощью альпинистов, а также на малоэтажных застройках очищаются шестами те кровли, которые не подлежат полной очистке. За зимний период на улице Вилоновской крыши от снега и наледи очищают уже четвертый раз. Работа на высоте опасна, поэтому на расчистку выходят только подготовленные специалисты, которые прошли специальное обучение. Работы ведутся с обязательным использованием спасательных поясов. Управляющие компании напоминают жителям города, что очистка козырьков, балконов и крепление кондиционеров лежит на собственниках. Приходим лично, просим, чтобы убирали. Если не получается словесно, то уже делаем предписание и жители очищают. В Самаре 6892 дома со скатной кровлей. К 31 января требовалось очистить 610, 218 из которых приводят в порядок уже сегодня. Если накануне работало 40 бригад, то сегодня их уже 70. Для комфортного движения пешеходов на пересечении улиц Молодогвардейской и Маяковского дворники расчищали тротуары и переходы. Первыми усилия оценили владельцы четвероногих, когда вывели их на утреннюю прогулку. С утра, когда гуляю, прям большая команда дворников, они все расчищают всегда. Кололи прям, я видела, это ломами все откалывали, лед. В минувшие сутки в уборке были задействованы 2685 уборщиков и 562 единицы техники. В том числе в расчистке уличной дорожной сети приняли участие 285 дорожных рабочих и 438 спецмашин. Дворовыми площадками занимались 2265 дворников. В дневную смену 31 января на всех территориях города трудятся 3338 уборщиков и 309 единиц техники. Стоит отметить, что появилось небольшое подспорье. 19 единиц техники, которая была закуплена для служб благоустройства профильных муниципальных предприятий, уже используются для очистки улиц города. В скором времени ожидается поставка еще 22 машин, 10 из которых будут задействованы для зимнего содержания территорий. Погрузчики включены и в непосредственную расчистку участков и погрузку снежных масс для усиления работ по вывозу снега. При распределении техники учитывается плечо доставки. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События.